Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы поделимся с вами чрезвычайно простым способом, как восстановить систему iOS. Данный способ поможет вам исправить большинство ошибок, которые могут произойти в работе телефона. Например, зависание на логотипе Apple, появление черного экрана, сбои в приложениях и многое другое. Прежде всего, на любом доступном компьютере, с выходом интернет, открываем браузер и переходим на официальную страницу разработчика программного обеспечения Tinochet. На вкладке «Продукты» находим программу Reiboot и переходим на ее страницу. Здесь можно подробно ознакомиться с функциями программы и ее характеристиками, а также почитать отзывы других пользователей. Итак, скачиваем установочный файл. Запускаем его и устанавливаем программу на компьютер, а затем открываем ее. Далее подключаем iPhone к ПК с помощью соответствующего USB кабеля. Далее в меню программы нажимаем зеленую кнопку «Начать» и в новом окне выбираем «Стандартный ремонт». Далее нажимаем на аналогичную синюю кнопку. Чтобы загрузить на компьютер нужный пакет с прошивкой, нажимаем кнопку «Скачать». После завершения загрузки нажимаем кнопку «Начать ремонт». Во время процесса восстановления на iPhone будет установлена последняя официальная версия системы iOS. После завершения работы телефон будет автоматически перезагружен с установленной новейшей версией системы. Если данный способ не смог решить какие-то неполадки в работе телефона, попробуйте использовать режим глубокого восстановления. Для этого снова запускаем программу ReiBoot. И в главном меню выбираем «Глубокий ремонт». Далее нажимаем синюю кнопку с таким же названием. В новом окне снова нажимаем кнопку «Скачать», чтобы загрузить на ПК прошивку. Так как данный пакет с прошивкой уже имеется на нашем компьютере, программа предлагает сразу перейти к следующему шагу. Нажимаем кнопку «Глубокий ремонт сейчас». При этом все данные и настройки телефона будут стерты, а сама система исправлена на более глубоком уровне. В появившемся запросе на удаление всех данных нажимаем «Ремонт» и ждем завершения процесса. После завершения работы программы и перезагрузки айфона, нам останется задать новые настройки телефона, после чего свободно им пользоваться. Итак, если вы заметили в работе своего телефона регулярные сбои, или если телефон завис и не перезагружается, используйте один из режимов восстановления Re-iBoot, чтобы легко и быстро вернуть телефон в рабочее состояние. Ну а на этом наш обзор завершен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше полезной информации. Всего доброго. Продолжение следует...